Так, и вот напруга восстанавливается и довольно таки непогано. Тобто цей элемент працюет. Абсолютно сухий электролит, залитый. Алюминиевый электрод и та волога, что сюда поступает, она коррозует алюминиевый электрод, чего не нужно допускать. То есть, нужно залить качественно, залить это и есть. То есть, нужно не парафином заливать, а чем-то лучше. Там, где происходит руйнувание алюминия, он не должен контактировать вообще с внешним средствами, с киснем и вологою. Значит, его разрывают. Ну, он уже перестал руйнуваться, в таком вигляді он будет працювать довольно долго. То есть, готова батарейка не коррозирует, скажем так, на роки. У меня одна уже давно такая працюет, я ее не мог повторить. Теперь я понял, как это сделать. То есть, в середине вот такой электрод...ээээээ add transforming волос. Я сейчас покажу как она почти восстановилась. Теперь мы еще зробим один эксперимент. Я его подам на 12 вольт. Переключаю на 20 вольт. Подаю на электроды плюсовые и минусы. Так, 12 вольт показала. И теперь прибираем. Сколько у нас элемент показывает? 2 вольта и швидко разряжается. Тобто через саморазряд отбывается у него, он не тримает. Больше 1,5 вольт. Если бы диафрагма была, вернее сепаратор, тут был такой, что дозволяется заработать, я ставил с телефона, не допомогаю. Все равно отбывается саморазряд. Сепаратор с аккумулятора телефона. Такий же самый эффект, навіть хуже. То есть, он не делает никакой погоды сепаратором. Саморазряд все равно отбывается. Ну, как видите, кратковременная подача 1,6 вольт. Ну и можем подивиться, яка напруга. Ой, ток. Ток 28 и пара. То есть, от солнечной батареи его можно импульсно заряжать. Теперь залишается их зібрати в батарею. Ну, збільшите их сотню штук и больше. И покажу, что-то из всего выйдет. Ну, с этим я займусь позже. Сейчас у меня водоросты. Сейчас я роблю цей эксперимент и этим заняться. После этого я буду набирать вот такие вот батарейки. Еще подивлюсь, как она на эксплуатации. Значит, я объединял их последовательно. Все добре працюю. Я хочу показывать. Ну, будет гореть светодиод. Краще я покажу, когда их будет на 1 ампер выбрано. И они будут працювать долго. Тут такой элемент саморобный, довольно дешевый. Копейки. И надолго. На замену жидких электролитов тут ничего не бывает. Я уже показываю. Все я залил. Там в середине медная трубка. Полоса. Тут алюминий. Как видите, D-вин, алюминий контактит с повитером. Вин окисливается. Окисливается в оксид. Как вариант жидкий электролит. Щелоч, яку я набив сюда. Вот его развернуло. Контакты отгорели. И все на чем закинчилось. То есть стандартный вариант, где тут не ридина, а вата промоченная электролитом. Щелоч. Он попрацювал где-то около месяца. И вот так его развернуло и все. То есть это не працюет. Этот вариант працюет. Можно его тоже развернуть. Ну, у меня на это пошло довольно много времени. Не один год. Так, и так напруга.